Всем привет! С вами снова Елена. Добро пожаловать на мой канал. И сегодня хочу вам показать свои огромные посылочки, не посылочки, покупочки для творчества, для разного творчества. Начнем вот с этого. У нас рядом с домом есть магазин для рукоделия, и там всякое разное продают подарки, какие-то заготовки. Он закрывается, и там безумно большие скидки, до 80% абсолютно на все. Вот, и что мы взяли? Мы взяли две вот такие большие молнии на куртке поменять. Просто там как бы, ну, сломалась молния, а без молний как без рук. Вот, две большие молнии по 80, по-моему, или по 85 см. Так, дальше. Дальше взяла вот такие ниточки. Как вы знаете, многие знают, кто не знает, я скоро покажу. Я делаю браслеты из ниток, и мне понравился вот такой цвет. Там был небольшой выбор, но вот я взяла голубой. По-моему, они мне стоили около 20 рублей за вот этот вот один моточек. И вот такой вот очень красивучий, просто безумно мне понравился. Он таким, как называется, меланж, что ли, цвет такой, переходом. Ну, очень красивый будет, замечательный пестрый браслетик. Просто даже, наверное, я, может, себе такой сделаю. Посмотрим. Вот. Тоже они одинаково стоили. И тот и тот по 20 рублей, по-моему, или 25 вышел со скидкой. Взяла по одной штуке. Мне, как бы, этого мотка на очень много хватит. Так, и тут большой у меня еще пакетик. Так, значит, взяли вот такие вот булавки. Это для постельного белья, чтобы одеяло не болталось внутри пододеяльника. То есть в уголках прикалываются вот такие булавочки. У нас где-то были еще с советских времен, но они потерялись. Поэтому в магазине, кстати, их довольно сложно найти. Вот. И мы купили вот 10 пар, по-моему, вот таких вот. Очень удобные. Еще кучу молний. Честно говоря, я ходила с мамой. Так что половину товаров набирала она. Я, по-моему, взяла вот эту вот синюю молнию. Мне нужно было на сумке поменять молнию. Сумка такая походная, скажем так. Но там молния не работает. И поэтому я взяла вот такую молнию. Поменять ее в сумке. Так, мама взяла, по-моему, белые, розовые, голубые. Что-то там, да, и розовые вот. Не знаю, куда она набрала. В подушке, по-моему. Подушки какие-то она хотела делать на молнии. В общем, что-то такое. И еще я взяла большую вот такую тракторную черную молнию. Это для подружки, скажем так. Я перешиваю ей куртку демисезонную. И там сломалась молния, можно сказать, во время примерки. Поэтому я купила со скидкой. И буду ее менять. Потому что нам вообще нужна была с золотыми зубчиками. Но такое довольно сложно найти вообще в магазинах. И еще у меня небольшой пакетик с маленькими всякими штучками. Давайте по порядку будем разворачивать. Это косая бейка бордовая. Мама тоже взяла для ремонта куртки. Так что не знаю, сколько тут метраж. Надо было, наверное, два взять. Она взяла мало. Так, я взяла для творчества. На цену не смотрите, потому что была скидка почти 70% на них. Это для сережек. Такие основы, в которые можно втеть бусинки или что-то такое. Не то она мне дала, но ладно. В общем, это делать сережки. Затем взяла я иголки для трикотажа. Швейные всегда пригодятся. Дальше бусики деревянные. Бусины квадратного сечения. Вот такие вот круглые. И еще маленькие, посветлее немножко. Есть у меня давно задумка одна. Правда, она немножко такого зимнего настроения. Но думаю, наконец-то я могу ее воплотить в жизнь. Немножко сейчас подзастряла. Не могу никак сделать выкройку. Никак не могу понять, как мне нужно соединить детали. В общем, это мои всякие творческие заморочки. Так, скоро-скоро появится. Взяла вот такие вот сердечки. Очень мне понравились. Сочные, красивые цвета. Можно было бы заказать из Китая, но долго ждать. А тут по распродаже, то есть 50 рублей. И стоили они, по-моему, 20 рублей. Или даже 15. Вот такой пакетик. Дальше взяла вот такие камешки. Это натуральные. Одна штучка 15 рублей. На них, по-моему, не было. А нет, была тоже скидка, по-моему, 50%. То есть получалось по 7 рублей штучка. Вот. Использую для, может быть, колец или сережек. Посмотрю. Тоже, кто не знает, я плету из проволоки. Но пока как бы так. На уровне любителя. Еще взяла вот такие вот маленькие всякие штучки. Здесь маленькие вот такие переходнички для кулончика. Маленькие основы для брошек. Вот такие трубочки. И что-то еще было. Да. И маленькая какая-то вот такая петелька. В общем, что-то мне тут еще положили. Не знаю. В общем, ну вот. Все это в одном маленьком пакетике. Вот. Думаю, что видно. Видно? Вот такой набор. И еще взяла ниточки. Тоже, кто меня давно смотрит, кто подписан на мой инстаграм, знает, что я хочу попробовать делать серьги, кисточки. И я буквально осенью, по-моему, на какой-то ярмарке я покупала заготовки. Не заготовки, а эти самые концевики. Тоже вам показывала. И вот взяла такие блестящие ниточки. Попробую делать эти самые кисточки. Руки дойдут. Сделаю. Цвета красивые. Мне понравились. Для пробы, мне кажется, вообще хорошо. Так что вот такие мои были творческие покупки. Подписывайтесь. Ставьте пальчики вверх. Мне будет очень приятно. Пожалуйста. Поставьте пальчик вверх. Вам не сложно, а мне приятно. Вот. И нажимайте колокольчик, чтобы ничего не пропускать. И увидимся в следующих видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok